Здравствуйте! Меня зовут Рита. Я изучаю русский язык в Дамасском государственном университете в Сирии. Я рада узнать ответ на вопросы. Почему жадного человека называют Плюшкин? Как эта фамилия связана с жадностью? Продолжение следует... Продолжение следует... Плюшкин одет как нищий. Он голодает сам и морит голодом своих крестьян. Вот как описывает его поведение Гоголь. Он ходил еще каждый день по улицам своей деревни. Заглядывал под мостики, под перекладины. И все, что не попадалось ему, старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. Вон уже, рыболов пошел на охоту, говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу. Случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу. Если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. В комнате своей он подымал с пола все, что не видел. Суркучек, лоскуток бумажки, перышко. И все это клал на бюро или на окошко. С каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства. И мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате. Неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения. Покупщики торговались, торговались и, наконец, бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек. Сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту. Мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить. К сукнам, к холстам и домашним материям страшно было притронуться, они обращались в пыль. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему. Все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха. И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. Имя Плюшкин стало нарицательным и служит для обозначения скряги, болезненно-экономного накопителя чего-либо, зачастую ненужного. Например, в повести современной писательницы Майи Валеевой мы читаем. Дом, где жил Виктор, ему не принадлежал. Он арендовал его у Дэвида Чикеринга, бывшего учителя химии, и Плюшкина на пенсии. Дэвид был патологически экономным, никогда не покупал ничего нового, поэтому все системы жизнеобеспечения дома нуждались в ремонте. Имя Плюшкин вошло и в научную терминологию. Синдромом Плюшкина называют патологическое накопительство, психическое расстройство, при котором человек собирает и хранит ненужные вещи, захламляя свое жилище и делая его непригодным для жизни. Русский язык – великий, могучий и многое берущий из великой русской литературы. Русский язык